Как минимум четыре ведомства в Чите отвечают за сохранность архитектурных памятников, в том числе и знаменитого дома Пономарёва на Нагорной 46, построенного в 1910 году. На его ремонт готов был дать деньги федеральный центр, сотни тысяч выделяла одна из Читинских строительных фирм. Но этими возможностями никто не воспользовался. В ситуации разбиралась Ирина Трофимова. Маленький домик на Нагорной 46 знал и лучшие времена. Когда-то в конце 19-го, начале 20-го века он служил дачей знаменитому читинскому архитектору Пономарёву, а теперь является объектом архитектурного наследия федерального значения. Дом, как говорится, построен точно по его чертежам. Это прямо его дом? Это его дом, да, его частный дом, дачный дом, скажем так, в котором он жил очень долгое время, пока был в Чите. То есть почти до 1913 года он здесь жил, в этом домике. Точнее отдыхал, отдыхал в этом домике. Вот. И он этот дом построил себе не просто как дачный, а как картинку. Понимаете, это башенки, эти балконы. Ну, сейчас мало что сохранилось, к сожалению. Новые хозяева, поломалось там, ну, и так далее, и так далее. Но сама суть дома-то, она осталась. Суть дома прячется за решёткой, которая тоже имеет историческую ценность. Забор и решётка в дачном домике архитектора Пономарёва сохранилась ещё с начала 20-го века. Он специально нарисовал эскиз и заказал её в Петровском заводе. А Левтина Яковлева уже больше пяти лет проживает в доме, признанном памятником архитектуры. И все её призывы привести его в порядок остаются без ответа. Обязать управляющую компанию службы заказчика сделать хотя бы текущий ремонт, похоже, некому. Все либо отмалчиваются, либо посылают нас с одной инстанции в другую. Говорят, ждите. Да, мы, конечно, мы обращались и звонили, и писали. Мы хотели бы, конечно, чтобы нам хотя бы подъезды отремонтировали, поскольку там вообще вот аварийное состояние. Ну, представляете, дому сто с лишним лет. Предыдущий хозяин исторической квартиры на втором этаже особняка Пономарёва уже получил штраф в 2000 рублей за то, что установил пластиковые окна без согласования. А со старыми деревянными рамами в комнату гулял бы ветер. Получается, что штраф – деньги на ветер. Министерство культуры Забайкальского края объясняет, сохранность памятника – обязанность владельцев жилья, которые, купив квартиру в этом доме, автоматически согласились его содержать. И городской администрации, которая имеет долю собственности. По Нагорной 46 был шанс войти в федеральную программу, потому что это всё-таки памятник федерального значения. Необходима разработка проектно-сметной документации. В 2011 году департамент государственного имущества, департамент имущественных отношений администрации города Читы получил задание на разработку документации по сохранению этого объекта. Однако на сегодняшний день вопрос по разработке этой документации, решение вопроса ремонтных работ на этом объекте так и не решил. В Комитете по имуществу города Читы поясняют, по бюджетному кодексу они не имеют права тратить деньги на составление проектно-сметной документации на ремонт дома, 60% которого находится в частной собственности. Поэтому проекта до сих пор нет. За невыполнение предписаний по сохранности объекта архитектурного наследия администрацию Читы уже трижды штрафовало Восточно-Сибирское территориальное управление Министерства культуры России. Комитет по имуществу Читы внёс предложение включить стоимость проектной документации 1 миллион 200 тысяч рублей в бюджет на 2014 год. А значит, есть надежда на то, что хотя бы в будущем году реконструкция памятника архитектуры начнётся. Элина Трофимова, Сергей Артёмов, Дмитрий Денисов, Алик Сукач, Вести Чита.